Всем привет! Это самые интересные новости MobNews от Mobiver за неделю. Сегодня в выпуске. Новинки от Oppo, пчелы-дроны, раскладушка от LG и новые слухи про iPhone SE 2. Погнали! Мы уже рассказывали о готовящихся новинках от Oppo R15 и R15 Dream Mirror Edition. И вот теперь смартфоны официально представлены. Как и ожидалось, смартфоны получили вытянутый дисплей с 6,28-дюймовым OLED-экраном и разрешением 2280х1080 пикселей и соотношением сторон 19 к 9. На экране есть вырез, как у iPhone X. При этом сам экран занимает около 90% передней панели. Оба смартфона получили стеклянный корпус и металлическую рамку. Сканер отпечатков пальцев находится на задней крышке. R15 доступен в белом, красном и фиолетовом цветах. AR15 Dream Mirror Edition выпускается в красном и черном с керамической задней панелью. Oppo R15 работает на новом восьмиядерном чипе Mediatek Helio P60 с частотой 2 ГГц и графикой Mali-G72 MP3. Продвинутая версия новинки получила 660 Snapdragon с частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 512. Оперативной памяти у обоих смартфонов 6 ГБ, постоянной 128. Есть слот для карт памяти microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор у R15 на 3450 мАч и на 3400 у R15 Dream Mirror Edition. Оба смартфона получили поддержку фирменной технологии быстрой зарядки Vogue. Основная камера у R15 двойная. С модулями на 16 мп. Sony IMX 519 со светосилой f1.7 и на 5 мп со светосилой f2.0. У Dream Mirror Edition камера также двойная. С модулями на 16 мп. Sony IMX 519 и светосилой f1.7. И 27 мп модулем со светосилой f1.7. Фронтальная камера у смартфонов одинаковая. На 20 мп с искусственным интеллектом. В продаже смартфона с 1 апреля. R15 обойдется в 471 доллар. Обычный OPPO R15 Dream Mirror Edition обойдется в 520 долларов. А с керамической крышкой в 550. А вы себе купите новинку от OPPO. И интересная новость прилетела из США. Крупнейший онлайн ритейлер США Walmart подал патентные заявки на создание дронов пчел. Наверное ребята пересмотрели сериал Черное зеркало. Где в одной из серий встречаются такие дроны. Планируется создание двух видов дронов. Одни дроны предназначены для обнаружения вредителей и обработки пораженных растений инсицидами. Что по ей должно уменьшать затраты фермеров на химикаты. И позитивно скажется на окружающей среде. А другой вид пчел будет распылять пыльцу вместо насекомых. Ну что ж, будущее уже здесь. Сейчас рынок Android смартфонов полностью заполонили моноблоки. Но иногда встречаются и другие форм-факторы. Так компания LG скоро выпустит смартфон с названием LG Folder. Форм-фактори раскладушки. LG Folder получит маленький трехдюймовый экран с разрешением 360 на 240 точек. Работать новинка будет на процессоре Mediatek с частотой 1,1 ГГц. Оперативной памяти будет 1 ГБ. Постоянной 8. Камера в новинке будет на 8 Мп, а аккумуляторная батарея на 1470 мАч. Работать смартфон должен под управлением Android 6.0 Marshmallow. LG Folder будет доступен в черном и золотом цвете. Сроки и цена пока неизвестно. Интересно было бы узнать мнение наших зрителей, соскучились ли они за раскладушками. Слухи о готовящемся преемнике iPhone SE не утихают. И в сети то и дело всплывают новые якобы подробности. И даже фото готовящейся новинки. Так в китайской соцсети Weibo появилось видео с якобы новым SE. При этом новинка очень похожа на флагманский iPhone X. Внешне новинка получит безрамочный экран с вырезом под камеру Face ID, как у iPhone X. А корпус у новинки очень напоминает прошлогоднюю модель iPhone SE. Управление смартфоном происходит с помощью жестов, как в iOS на флагманском iPhone X. И что это очередной китайский фейк или действительно прототип готовящейся новинки? Покажет только время. И это были все новости на сегодня. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И не забывайте делать репосты данного видео в вашу социальную сеть. Всем спасибо, бобра и хорошего настроения. Пока!